Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберца. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов власти. Встречу провел глава Владимир Ружицкий. По традиции совещаний в администрации началось доклады об оперативной обстановке в округе. По словам начальника Люберецкой полиции Евгения Романцева, минувшая неделя обошлась без резонансных происшествий. Всего за помощью в правоохранительные органы обратились более тысячи граждан. А вот рабочую неделю Люберецких огнеборцев лёгкой не назовёшь. За отчётный период на территории округа произошло четыре пожара. И только два из них обошлись без жертв и пострадавших. 25 января, 8 часов 53 минуты, город Люберца, улица Южный, дом 22, квартира 81. В результате пожара обгорела мебель и личные вещи в двухкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на площади 15 квадратных метров. В результате пожара травму получила гражданка 83-го года рождения, доставлена в ЛРБ номер 2 с ожогом различной степени тяжести. 26 января, в 7 часов 31 минуты, город Люберца, Октябрьский проспект, дом 62, квартира 7. В результате пожара обгорела мебель и личные вещи на площади 7 квадратных метров в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. В результате пожара обнаружен труп мужчины 55-го года рождения. Причины смерти устанавливались, но предположительно отравление угарным газом. Далее работа оперативного совещания продолжил начальник управления ЖКХ Дмитрий Шумский. Основной темой его доклада стала аварийная ситуация в ЖК «Малая Павлина». В пятницу 26 января на сетях электроснабжения произошёл сбой. На данный момент в 17 домах электричество подаётся при помощи дизель-электростанций. Устранение аварии приблизительно от 2 до 7 суток. Это перекладка 10-киловольтного кабеля на территории Москвы. Данный населённый пункт «Малая Павлина» снабжается от питающего центра «Чистое», расположенный на Некрасовске, одним кабелем 10-киловольтным. Тот, который был у нас нарушен. То есть никакой возможности сделать переброску и переключение нет. Только передвижные дизель-электростанции. Владимир Ужицкий, в свою очередь, обратил внимание, что на управляющую компанию, обслуживающую ЖК «Малая Павлина», поступает большое количество жалоб. Глава округа поручил детально разобраться в работе этой организации. Если эта компания не тянет, вместе с движением, отстраняйте их от управления домами. Всё просто, достаточно. Это бизнес, здесь их никто не заставлял, они пришли в этот бизнес сами. Пришли, пускай делают. Не могут, ставим других. В ходе оперативного совещания прозвучала информация о содержании и ремонте Люберецких дорог, благоустройстве территорий муниципалитета, а также о работе единой диспетчерской службы 112. Участники встречи заслушали просьбы и обращения граждан, поступившие в администрацию округа. Люберчане просят обратить внимание на уборку, очистку тротуара вдоль Комсомольского проспекта, также улицы Кирова вблизи 10А, корпус 1. И также уделить отдельное внимание площади перед зданием Совета ветеранов в Люберцах, Куракинская, 5. Завершающим докладом выступил председатель территориальной избирательной комиссии Борис Новиков. Он рассказал о предстоящих выборах президента Российской Федерации. 18 марта в городском округе Люберцы будет работать 165 избирательных участков. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова